Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и снова продолжаем обсуждать события фундаментального характера, который влияет на динамику финансовых активов. Начнем сегодня по старинке с рынка нефти. Котировки на текущий момент 64,45. Мы очень рассчитывали на то, что первая фаза торгового соглашения как серьезный фундамент и, скажем так, фундаментальная надстройка над всеми категориями финансовых инструментов сможет их раскачать, сможет привести в движение. Но, как и всегда, загад не бывает богат. В данном случае рынки не заходили. Очень рассчитываю на то, что эта тенденция изменится в ближайшее время и мы увидим те движения, к которым привыкли уже в конце 2019 года, когда действительно даже самые консервативные валютные пары показывали дневной ход в пределах 50-100 пунктов. В отношении рынка нефти, друзья, новостной фон следующий. Я думаю, что нет смысла пока что в очередной раз говорить о событиях на Ближнем Востоке. Мы, в принципе, все прекрасно помним, с чего там все началось и чем все закончилось. Ну да, этот фон очень важный для рынка нефти, потому что, собственно, Ближний Восток – это и есть фигуранты-основные производители нефти. Все, что происходит там, это напрямую сказывается и отражается на котировках черного золота. Но сейчас мы больше фокусируемся на классических, традиционных, фундаментальных показателях. В этом, друзья, нет ничего плохого, потому что к классике фундамента можно подготовиться заранее, в отличие от какого-то форс-мажора. Поэтому мы с особым сейчас уклоном поглядываем на статистику по запасам. И хорошо, что очередной отчет от администрации энергетической информации порадовал нас покупателей, потому что запасы снизились на 2,5 миллиона, превзойдя и прогнозы, и уж точно оценку позапрошлой недели, когда они увеличились. И я отпускаю, друзья, что тот скромный рост, который был показан администрацией энергетической информации по этому показателю запасов нефти, он был какой-то статистической ошибкой и связан, если и с какими-то фундаментальными факторами, то тоже исключительно ультра-локального сезонного характера. Сейчас запасы должны снижаться. Будем надеяться, что в следующей неделе эта тенденция продолжится. Соответственно, у нас как минимум в рамках недели будет стоящий фактор фундаментальный, который должен привести к росту котировок к нефти. Мы ждали соглашения. Первую фазу торговой сделки между США и Китаем, в принципе, уже в прошлом. Действительно подписали первую часть этого документа. Очень много сейчас уже разговоров о том, является ли это настоящей победой двух стран, является ли это то, что заложит основу сначала торговому перемирию, а потом уже и последующей двусторонней торговой сделке, признанной положить конец торговой войны. Я думаю, что к этому фону мы с вами еще вернемся. По рынку нефти дальше повторюсь, что сделка США и Китая это тоже, друзья, позитив локальный, который действительно поддержал спрос на рисковые инструменты. Нефтянка относится к их числу традиционно. ОПЕК повысил прогноз спроса на нефть на 2020 год на 140 тысяч баррелей. Опять же, это связано с тем, что в случае дальнейшего конструктива на мировой торговой арене, это благоприятно отразится на мировых темпах экономического роста и также поведет к более высокому спросу на угли водорода. И важно отметить, что ОПЕК сейчас начинает подавать, друзья, сигналы о том, что текущую редакцию соглашения энергетического пакта, в соответствии с которым страны-участники этого объединения снизили объем нефтедобычи на 1,7 миллион баррелей. Это соглашение действует до марта. Его нужно продлить как минимум до июня. Накануне мы говорили о том, что как раз в июне, скорее всего, пройдет следующая встреча ОПЕК. Поэтому резюмируем то, что есть по рынку нефти. Я думаю, что хорошая база для покупок и главное, чтобы нефть пошла выше. Доллар и иена 109.93. Сегодня у нас данные по розничным продажам 16.30 по московскому времени. Розница важнейший индикатор вкупе с инфляцией, поскольку это то, что позволяет нам оценить потребительскую активность, а потребители, они как раз и генерируют большую часть экономического роста. С инфляцией, как вы помните, все было очень даже неплохо. Если розничные продажи сегодня не подведут, мы увидим и рост доходности американских облигаций, мы увидим и восстановление доллара. Нет причин уходить в защиту, как вы прекрасно понимаете. Вроде бы как нормально прошло подписание. Китай согласился на те условия, которые были буквально за несколько дней добавлены в основной текст этого соглашения. Повторюсь, друзья, что, наверное, самый главный камень преткновения впоследствии может заключиться в том, что Соединенные Штаты Америки не сразу снизят таможенные пошлины, хотя ранее обсуждалось, что это произойдет сразу. Ведь Китай автоматически, буквально со следующего дня после подписания торгового соглашения, с сегодняшнего дня уже, берет на себя обязательство увеличить закупки американских товаров в перспективе двух лет на 200 миллиардов. То есть фактически по 100 миллиардов каждый год. А Соединенные Штаты Америки уже дали понять, что они снизят таможенные пошлины только фактически через год, через 10 месяцев, когда пройдут президентские выборы. Возможно, это явно доказывает то, что со второй фазы придется очень сильно сейчас притормозиться. Но очевидно, что вряд ли страны и Китай сможет перейти к второй фазе, пока согласится перейти ко второй фазе, пока не увидит, что Соединенные Штаты Америки выполняют взятые на себя обязательства в рамках первой фазы. Ну да ладно, об этом мы еще с вами поговорим. По доллару иене 109.93 мы топчемся рядом с отметкой 110. Я думаю, что закрепление выше – это вопрос самого ближайшего времени. Доллар-франк, друзья, 0.9644 – это двухлетний минимум. И сегодняшний брифинг я по названию сделал акцент на действия США в адрес Национального банка Швейцарии, потому что, как вы знаете, администрация американского президента обвинила Швейцарию, банк Швейцарии, в манипулировании валютным курсом, создании искусственных преимуществ для национальных производителей. Это действительно так. Я думаю, что я запишу в ближайшее время ролик того, как действуют страны с курсом, для того, чтобы формировать эти преимущества. Но важно отметить, что раньше Национальный банк Швейцарии очень активно проводил интервенции для того, чтобы ослаблять курсы национальной валюты. Сейчас они находятся под присмотром администрации американского президента, и уже руки связаны, опять же, по новым интервенциям. Мы видим, что сейчас значительный спрос на франк. Ослабить его было бы нагло, опять же, и демонстративно со стороны Национального банка Швейцарии, и он вынужден терпеть, друзья. Поэтому по доллару-франку, я думаю, что мы увидим цель 0.95 тоже в ближайшие дни. Евро против доллара 1.11.50. Промышленное производство, как мы ожидали, просело. Сегодня в 21.00 состоится выступление Кристины Лагард. Я предлагаю сделку с селлимит с уровня 1.11.70, потому что Кристина Лагард должна опираться на последнюю макроэкономическую слабость и еще раз напомнить нам, почему она будет положать политику драги. И фунт против доллара 1.3047. Опять же, те данные, которые мы получаем в последние недели, явно доказывают, что Brexit, вот эта политическая неопределенность, очень сильно ослабила экономику. Промпроизводство тоже темпы экономического роста. Минимальные с 2012 года это отчеты последних дней. Вчерашний релиз по инфляции базовый индекс потребительских цен 1.4% с 1.7. То есть низкая инфляция, которая не достает до 2% цели, это еще одно доказательство того, что Банк Англии снизит процентную ставку. Неделю назад Марк Карни с своими коллегами просигнализировал о том, что снижение ставки это неизбежно. Я думаю, что 30 января мы дождемся, собственно, такого ухода от британского регулятора. И важно, друзья, чтобы в этот момент вы правильно оценили перспективы фунта и находились в коротких позициях. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.